Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире о том, чем живет Самара. Сегодня вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. Преступная история. Роза и макароны. Этнический наркокартель выявили чекисты в Самаре. Домчат с ветерком и бесплатно. Кто в Самаре может воспользоваться социальным такси? Кровавая луна. Самарцы выкладывают в соцсети фото лунного затмения. Десять лет и два месяца в колонии строгого режима за сбыт сильнодействующих наркотиков в особо крупном размере. Приговор суда в отношении лидера этнической УПГ вступил в силу. Преступники Равшан Рустамов и его сестра Роза Рустамова промышляли под криминальными кличками «Макарон и Роза». Они организовали поставки карфентанила в Новокуйбышевск. Этот препарат воздействует в тысячу раз сильнее морфия и служит обезболивающим для крупных животных. Из-за сильной активности его не применяют в медицинских целях для людей. Роза и макарон. Наркотики приобретали через контакты в цыганской диаспоре и после фасовки передавали дилерам. Самарские оперативники ФСБ задержали их при обыске. У Рустамова нашли 430 граммов зелья. Суд признал его виновным. А его сестра и сообщница Роза Рустамова скончалась до суда от болезни, возникшая из-за длительного употребления наркотиков. Контрафакт не попадет на прилавки. В Самарской области пресечена реализация поддельных моторных масел. Полицейские получили оперативную информацию о том, что в Тольятти организовано незаконное производство. По подозрению в совершении противоправного деяния, силовики задержали двух местных жителей. Возбуждено уголовное дело. По 180-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации суд избрал в качестве меры пресечения подозреваемому подписку о невыезде. В настоящее время полицейские выясняют каналы поставки контрафактной продукции. Расследование уголовного дела продолжается. Во время проведения обысков изъято более 10 тысяч пластиковых канистр, 272 бочки с маслом, конвейерные ленты и этикетки с товарными знаками производителей масел. Часть данной продукции была готова к реализации. Кроме того, на момент обыска в помещениях находилось пятеро рабочих, которые проживали в Тольятти и не имели постоянного заработка. А снится им трава у дома. Нескошенные вовремя самарские управляющие компании будут наказывать за оставленные заросли. Районным властям в помощь ввели статью в законодательство, предусматривающую административную ответственность. Много ли в городе травы, человеческий рост выяснял Андрей Горгуленко. Косил от работы по покосу травы, получи штраф. Теперь районные власти смогут наказывать управляющие компании. Есть такая статья о привлечении к административной ответственности за недоработку. Недобросовестные конторы выявляют ежедневно. Одно замечание дают время исправить. Второе грозит штрафом. Если это на незакрепленных территориях, мы планируем уже в счет квадратной организации за средства бюджета района в план ставим на выполнение работ. Соответственно, если это какой-либо организации в их зоне обслуживания, мы им заставляем замечания, направляем. Если меры никакие на следующий день не предпринимаются, фотографируем и уже привлекаем к административной ответственности. Всего в городе почти 100 заросших газонов, которые необходимо подстричь. В первую очередь, внимание призывают уделять аллергенам травам. Я обращу внимание всех коллег, что в соответствии с 74-м ГД полномочия по благоустройству дворовых территорий лежат на внутригородских районах. Поэтому говорить о том, что там площадки ни за кем не закреплены или территории не разграничены, у вас есть контракты на бесхоз. Это раз. Во-вторых, это прямые ваши полномочия. Мы стоим на пороге формирования бюджета сегодня, в том числе и внутригородские районы. Доказывайте депутатам, районам, что данный вид работы просто необходимо выполнять. Также сложная ситуация со скоплениями веток, оставшимися после ураганов. Ветки в такую жару высыхают и становятся пожароопасными. Всего в Самаре обнаружен 51 адрес, где последствия сильного ветра до сих пор не разгребли. Вся информация, которую мы ежедневно передаем в администрацию района для принятия решений о состоянии недостатки. Теперь у районных администраций и управляющих компаний есть неделя на устранение всех зарослей и скоплений сухих веток. Добраться в поликлинику, театр или библиотеку для людей с ограниченными возможностями здоровья в Самаре стало проще. Уже год в городе работает проект «Социальное такси». Специально оборудованные машины могут перевозить колясочников в любую точку. Кто может воспользоваться этой услугой бесплатно, узнала Лариса Шлафаст. «Социальное такси слушаю вас. Здравствуйте». Телефоны колл-центра социального такси не замолкают ни на минуту. Операторы принимают заявки, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли добраться в любую точку города с комфортом. Колл-центр работает уже год и популярность его только растет. Услугами социального такси у нас в городе ежедневно пользуются порядка 100-120 человек ежедневно. Это достаточно большая цифра и, в общем-то, хороший показатель для нас, что мы создали хорошее подразделение. Все заявки специалисты вносят в компьютерную программу. Обратившемуся достаточно только назвать имя и фамилию. Программа по базе данных сама определяет, на какую льготу он может рассчитывать. Бесплатно воспользоваться социальным такси могут участники Великой Отечественной войны, инвалиды первой группы, а также инвалиды первой и второй группы, которые находятся на амбулаторном гемодиализе. В колл-центре работают шесть человек с инвалидностью. Создание социального такси помогло им трудоустроиться. Это первое место, куда я трудоустроился после получения травмы. Узнал, опять же, от знакомого, что требуют сотрудники, идет набор. Я решил попробовать, мне все устроило, с работой справляюсь без проблем. В принципе, сложностей никаких не возникает ни в коммуникации, ни в технической части. На постоянные рабочие места в прошлом году в Самаре устроены больше 30 инвалидов. На это из федерального и областного бюджетов направлено больше трех миллионов рублей. Данное мероприятие было направлено на стимулирование работодателей к созданию именно постоянных рабочих мест и на то, чтобы они сохраняли в дальнейшем их занятость посредством возмещения затрат на создание как раз-таки инфраструктуры. Воспользоваться услугой можно 10 раз в месяц. Чтобы оставить заявку на поездку, нужно за три дня до нее позвонить в колл-центр по телефону 250-03-50. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов, События. Далее, коротко о других событиях дня. В Самаре разыскивают 15-летнего Никиту Мордвинцева. Парень третий день не выходит на связь. В воскресенье, 6 августа, он вышел из дома и пропал. Приметы. Рост 175 сантиметров, телосложение среднее. Волосы темно-русые, глаза голубые. Был одет в белую футболку, синие джинсовые шорты, черные кроссовки. Всем, кто располагает информацию о пропавшем, просьба позвонить по телефону на экране или обратиться в ближайший отдел полиции. Мотоциклист сбил женщину в Самаре. ДТП произошло в понедельник вечером на Московском шоссе в районе Центрального автовокзала. Как сообщают очевидцы в соцсетях, водитель мотоцикла сбил предположительно нетрезвую женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном месте и на красный сигнал светофора. Женщина жива, на месте ДТП работали медики и сотрудники ГИБДД. Учительницу Самарской школы номер 154 осудили за мошенничество. Городской педагог незаконным путем получила соцвыплату более миллиона рублей, и полагающуюся тем, кто трудится в сельской местности. 32-летняя женщина несколько лет назад предоставила в администрацию Хворостянского района необходимые документы и убедила всех, что работает в СПК «Луч» в селе Владимировка. Хотя на самом деле трудилась в Самарской школе. Махинация раскрылась только в январе текущего года. Суд Хворостянского района признал женщину виновной и приговорил к трём годам лишения свободы условно. Горячая линия для жалоб на работодателя заработала в Самаре. Об этом сообщает городская администрация. Жители Самары смогут сообщить о фактах незаконной трудовой деятельности, пожаловаться на задержку зарплаты и конфликтные трудовые ситуации. Телефон горячей линии вы видите на экране. По этому номеру горожане могут оставить сообщение, после чего мэрия проверит нарушение трудового законодательства. На привокзальной площади международного аэропорта Курумыч появилась инсталляция, напоминающая пассажирам о том, что менее чем через год Самаре предстоит принимать матчи Чемпионата мира по футболу. Двухметровая инсталляция представляет собой мяч и бутсу, выполненные из материала, напоминающего газон. Самарский аэропорт стал первым в России объектом транспортной инфраструктуры, построенным к Чемпионату мира. По предварительным расчетам в дни проведения Мундиали услугами аэропорта воспользуются около 100 тысяч пассажиров. Спасибо за Высоцкого! Фотовыставкой на площади Слава отмечает свой юбилей ГМК-62. Городской молодежный клуб в период Хурующевской отцепели в Куйбышевой был прогрессивной площадкой. Своё пятилетие в 67-м году ГМК решил отметить с размахом и устроил в закрытом городе несколько концертов Владимира Высоцкого. Неизвестные факты и известные истории приезда в провинциальный город столичного актера и певца расскажет Сергей Кизоркин. Куйбышев 1962 года. Хрущевская оттепель. Молодежь тусит на коммунальных кухнях в Самарском Бродвее, улице Куйбышева от Ленинградской до Некрасовской и в сквере Тривяза. Центральный комитет комсомола на этой волне создает городской молодежный клуб, сокращенно ГМК-62. На своё пятилетие клуб приглашает популярного, но пока ещё не раскрученного певца Владимира Высоцкого. В Куйбышеве впервые в Советском Союзе прошли публичные концерты актера-стаганки. До этого он выступал полулегально в институтах и на предприятиях. Один из руководителей городского клуба Владимир Емец до сих пор находится под впечатлением от концертов Барда. Впечатление было потрясение. У меня мама ветеран войны, фронтовик, военврач, капитан медицинской службы. Я пригласил её, билет пригласить на первый концерт. Я когда подошёл после концерта, она плакала, у меня слёзы покатились. Песня о войне там, в общем. Они и сейчас актуальны. У меня тоже, может, слеза появится, если я буду очень серьёзно слушать творчество Высоцкого. Ну, не всё, конечно, а вот именно по этой теме. А так, конечно, зал молчал, тишина гробовая, мухи летали, всё было слышно. Только Владимиру Емецу разрешили фотографировать выступление Владимира Высоцкого в Куйбышеве. Эксклюзивные снимки сегодня можно увидеть на выставке «Спасибо за Высоцкого» на площади славы. А ещё гид рассказывает посетителям интересные истории, которые произошли с певцом в Куйбышеве. Например, первую афишу в СССР концерта Высоцкого выпустили в нашем городе. На первой экскурсии побывали бывшие участники ГМК-62, руководство Самары и области. Для меня было открытием то, что мать Владимира Высоцкого, проезжая по реке нашей Волга, оказалась на речном вокзале, а в это же время проходил в этот же день сам Владимир Семёныч, который крикнул маме «Мама, ты что, не узнаешь своего сына?» Поэтому приглашаем всех. Ну и хорошо, спасибо. И Самара стала, ну, я считаю, прародителем или открывателем творчества Высоцкого. Городской молодежный клуб устроил Владимиру Высоцкому в Куйбышеве пять официальных концертов. В мае филармонии в клубе Дзержинского, в ноябре в Новом дворце спорта и политехническом институте. На выступление попали не все желающие. Один из заводов подал заявку на 2000 билетов. Получил только 200 штук. Самарская область здесь просто есть чем гордиться, потому что мы, собственно, стали таким трамплином, который позволил Владимиру Семёнычу уже совершенно свободно выступать на любую аудиторию. И то, что Куйбышев Самара имел отношение к подъему, к началу его триумфального такого подъема, несмотря на то, что официально его не спешили признавать и даже запрещали, это, конечно, большая честь для нас. И это наша обязанность эту память сохранять. В год 55-летия ГМК-62 в Самаре на доме, где работал авангардный клуб, появилась мемориальная доска. В сентябре откроется выставка, посвященная ГМК. В филармонии пройдут торжества. А фото-выставку «Спасибо за Высоцкого» можно увидеть до конца августа. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Лунное затмение в объективе фото- и видеоаппаратура. Жители России, самарцы в том числе, выкладывают сеть в виды ночного небесного шоу. Это астрономическое явление, при котором Луна покружается сначала в полотень, а затем в тень земли. Затмение 7 августа было частичным. Оно началось вечером в половине десятого по местному времени и завершилось ближе к полуночи. Оно было видно по всей территории страны, кроме Чукотки и Камчатки. Там Луна уже успела зайти за горизонт. Во время затмения Луна постепенно окрашивается в красный цвет. Это связано с особенностями рассеяния солнечного света в земной атмосфере. В древности красный лунный диск наводил суеверные ужасы, считался предзнаменованием страшных событий. В наше время отношения к небесным явлениям намного спокойнее. Наблюдать затмения в Самаре вышли сотни людей. Это далеко не вся картина дня. И вот о каких событиях наши журналисты готовы рассказать в следующих выпусках. Птечку жалко. В Самарском зоопарке тестируют экспериментальную установку для защиты пернатых от ЛЭП. Счастливы вместе. Секреты благополучного брака от золотых юбиляров в семейной жизни. Футболисты и матрешки. Самара украшают декоративными фигурами. Стартовал второй конкурс для средств массовой информации «Самара в игре». До мирового футбольного первенства остается меньше года. Задача конкурса – определить лучшие работы журналистов, операторов, фотографов, посвященные подготовке города к чемпионату мира 2018. К участию принимаются материалы, размещенные в эфире или опубликованные с 1 января по 1 октября 2017 года. Победители конкурса награждаются дипломами и денежными премиями. Конкурсные заявки материала принимаются до 1 октября по телефону и электронному адресу, который вы видите на экране. Ну а наш выпуск на этом завершен. Удачи вам, увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова